Эта история началась воскресным днём. Владимир Кузьмич вышел прогуляться, но свернул с привычного маршрута. Изобрёл в болотистую местность. Вокруг трава, грязь и вода. Как он там оказался, непонятно. Но выбраться – задачка со звёздочкой. Лишь спустя несколько часов, когда пенсионер не вернулся домой, тревогу забила дочка. «Дед, говори, мы с тебя идём!» Для Оксаны Кузьмич события этого дня словно кадры из блокбастера. Её отец отправился на прогулку в обед и пропал. Мужчина болен альцгеймером. Плюс почтенный возраст – больше 80 лет. Воображение рисовала страшные картины. Женщина тут же бросилась искать пенсионера. Просила помощи и у соседей. Всё без толку. «Я, значит, ему звоню. Он мне объясняет, что я уехал в деревню в каком-то лесу. Я вижу, что что-то не то. Я сразу вызвала милицию. Я очень испугалась. Я, честно говоря, уже к вечеру я поняла, что мы его просто не найдём, потому что он на связи, но он нам не говорит ничего». Сергей Князев прибыл на место около 7 вечера. Милиционер столкнулся с непростой задачей. Радиус поиска большой, а пенсионер, хоть и был на связи, лишь путал следы. На помощь правоохранителю пришли волонтёры отряда «Феникс». «Они шли с этой стороны, я шёл с той стороны. И при этом мы выкрикивали деда, потому что только откликался на деда». На улице темнело, температура стремительно падала. Но команда не теряла надежду. Да и как? Ведь на кону жизнь. Ближе к 11 часам поиски дали свои плоды. Вдалеке послышался тихий голос. Живой. Вот она, главная награда. События завершились хэппи-эндом. Дедушку доставили в больницу, а на следующий день он благополучно вернулся домой. Героев этих историй не найти на билбордах, но их подвиг самый настоящий. А такому сценарию позавидует любая прославленная кинокомпания.